Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Алексей Зимин. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. В этом году у нас впервые пройдет Единый день выпускника. Расскажите, пожалуйста, что за формат выбрали, что это за праздник? Да, в этом году, 28 июня, в городе Рязани пройдет праздник, большой выпускной 2019, который мы планируем организовать для создания новой традиции чествования выпускников общеобразовательных организаций на территории города Рязани. Проведение данного мероприятия обусловлено принятыми 31 октября 2018 года Рязанской областной думой изменениями в закон Рязанской области об образовании, который установил Единый день выпускника в регионе. То есть законодательно эту дату уже прописали, правильно? Законодательно прописали, что в регионе будет проходить Единый день выпускника. Дата определяется постановлением губернатора, и в этом году она определена как 28 июня этого года. То есть это уже не разовая акция, уже закрепили, что она будет традиционной. Да, то есть ежегодно на следующий год тоже уже эта дата известна, поэтому уже выпускники 2020 года тоже могут готовиться к проведению выпускных вечеров в Единый день выпускника. Мы уже знаем, что есть золотой бал медалистов, туда приглашают только тех, кто отлично закончил школу. Здесь есть ли какой-то фейс-контроль, или прийти могут все желающие? Нет, здесь праздник организуется для всех выпускников города Рязани, и формат этого мероприятия предусматривает, что в нем будут участвовать выпускники всех школ города Рязани. Планируется, что численность участников будет более 2,5 тысяч человек. Это выпускники наших рязанских школ, педагоги и родители. То есть отдельная программа будет предусматрена для каждого, скажем так? Ну, скажем так, родители и педагоги, они будут вместе с выпускниками помогать им праздновать их выпускной вечер. Что же ждет нас в этот день? Как будут проходить торжества? Формат проведения единого дня выпускника обсуждался, в первую очередь, конечно, с учащимися 11 классов, выпускниками этого года, с представителями детских и молодежных общественных организаций, с педагогической общественностью, с родителями. И на основе данных обсуждений и, конечно же, мнения главных виновников данного мероприятия, выпускников 2019 года, была разработана концепция проведения праздника большой выпускной 2019. У мероприятия есть фирменный стиль. Планируется изготовление сувенирной продукции для выпускников, участников этого праздника. И в рамках этого мероприятия мы надеемся, что выпускники действительно получат те незабываемые впечатления от этого дня своего выпуска. Давайте немножко приоткроем завесу тайны. Получается, у нас последний звонок, уже традиционное школьное мероприятие. Все знают, что его символом является последний звоночек, который звучит. Отпускаем в небо шары с привязанными голубями. Что здесь? Будет ли какой-то символ? Наверное, про символы я говорить пока не буду, потому что это действительно разработана концепция этого праздника. И, как я уже сказал, есть определенный фирменный стиль. Но уже элементы этого фирменного стиля все смогут увидеть после 28 мая. Разрабатывается мобильное приложение, которое после 28 мая, как я уже сказал, выпускники смогут скачать и увидеть те мероприятия, которые будут проходить в рамках этого праздника Большой выпускной 2019. Как называется? Что качать? Что искать? Большой выпускной 2019. То есть оно будет так и называться. Мы в любом случае проанонсируем, как только оно у нас выйдет. Но, как я уже сказал, сейчас идет пробная обкатка этого приложения. И после 28 мая его, соответственно, можно будет в рамках операционных систем iOS и Android скачать на свои мобильные телефоны. Правильно я понимаю, что единый день выпускника пройдет после всех экзаменов? Да, 28 число определено не случайно. Это день, когда все выпускники уже сдадут свои экзамены и, конечно же, узнают результаты сдачи этих экзаменов. Если говорить о формате проведения, то мероприятие для выпускников начнется с 23 часов. Начнется это мероприятие с прохода всех выпускников по красной дорожке. Я не сказал о том, что мероприятие будет проходить на площади Соборной и Кремлевском сквере. То есть это площадь, на территории которого будет проходить весь праздник. И пройдя по красной дорожке, выпускники попадают на концертную площадку, на площадь Соборную, где на большой сцене будут выступать творческие коллективы Рязани, танцевальные, фольклорные. И, конечно же, будет выступление звезды. Перед этим выпускников поздравят представители органов власти и поприветствуют наших выпускников. Про звезду я пока говорить не буду, мы это держим в секрете. Помимо самого концерта, конечно же, ребята смогут поучаствовать в работе различного рода интерактивных площадок. Это и творческие площадки, музыкальные, спортивные, интеллектуальные. Это будет работа зон отдыха, фудкорта. То есть каждый из выпускников сможет себе найти занятие по интересам. Будет работать малая сцена, на которой также выпускники смогут показать себя, посмотреть на и выпускников, и творческие коллективы города Рязани. Ну и, конечно же, завершится весь этот праздник встречей рассвета на набережной Кремле. То есть такая традиция, которая раньше была в каждой школе, да, ребята изолированы, встречали, теперь будет... Да, сейчас мы хотим, чтобы все выпускники города Рязани встретили рассвет на площади Соборной у Кремлевцев, в Кремлевском сквере, дружно, и после этого с хорошими впечатлениями, с позитивными пошли домой. Не боитесь, что разбегутся? Ну, мы стараемся максимально обеспечить все вопросы безопасности. И эта работа ведется совместно с структурными подразделениями МВД, МЧС, Росгвардии. И вход участников на территорию праздника будет по специальным браслетам, которые они получат заранее. Наверное, опережая, может быть, вопрос, как мы уже сказали, билетов на этот праздник не будет. Туда смогут попасть только выпускники, педагоги и родители по заявкам наших образовательных учреждений. Они сейчас формируют эти заявки, и во все школы перед днем выпускника будут розданы браслеты, по которым, соответственно, будет осуществляться проход на территорию Соборной площади Кремлевского сквера для празднования большого выпускного. То есть, получается, с собой только самых близких можно будет взять? Помимо одноклассников, это само собой? Мы стараемся все-таки сделать праздник для наших выпускников, и присутствие там незначительного количества родителей и педагогов, оно необходимо для организации этого мероприятия и, конечно же, для обеспечения безопасности. Будут ли какие-то номера от родителей, дадите ли им возможность высказаться? Ну, в рамках концепции праздника, и, как я уже сказал, будет работать малая сцена, на которой, соответственно, все желающие смогут показать свои таланты, поделиться своими умениями и, конечно же, поздравить наших выпускников с их праздником. Есть ли подобный опыт уже в других регионах России, или мы здесь являемся первопроходцами? Нет, такой опыт есть, и, наверное, всем известно мероприятие Санкт-Петербурга от Алой Паруса. Уже не первый год проходит такой выпускной в столице нашей Родины, где на территории парка отдыха проходит именно большой выпускной для выпускников города Москвы, и они также встречают рассвет вместе, все вместе на одной площадке. Получается, концепции схожи, да, у нас с теми? Да, концепции похожи, и нам бы хотелось, чтобы этот праздник действительно стал традицией и возможностью для всех выпускников, независимо от того, какую школу он закончил, встретиться в одном месте, получить заряд позитивных эмоций и действительно оставить на долгую память те моменты, те впечатления, которые они получат. Есть ли какие-то принципиальные отличия вот Рязанского Большого Выпускного от Московского, Питерского? Ну, конечно же, мы учитываем все те особенности и самобытность нашего города, и стараемся сделать наш праздник особенным. Мы не стараемся копировать что-то, да, мы берем лучшее из праздников, которые проходят в других городах, и делаем его именно своим. Это будет наш Рязанский праздник Большой Выпускной. Идея Большого Выпускного принадлежит губернатору, да, ее активно дальше поддержали люди. Какие концепции вам предлагали? Какие идеи вообще звучали? Насколько активно включились в процесс? Как я уже сказал, концепция праздника обсуждалась достаточно широко. Были форсайт-сессии, были встречи и с представителями молодежных организаций, с выпускниками. Предложения были абсолютно разные, и мы постарались при разработке концепции этого праздника учесть максимум пожеланий, да, потому что действительно ребята хотели и иметь возможность отдохнуть в так называемых лаунж-зонах, в зонах отдыха, и чтобы была возможность подкрепиться. Для этого мы делаем фудкорты, чтобы была возможность поучаствовать в каких-то интерактивных площадках. То есть время проведения с 23 часов до 4 утра, оно достаточно продолжительное, и ребята смогут занять себя в рамках этого мероприятия и найти себе площадки, занятия по интересам. Раньше говорилось, что будет предварительное онлайн-голосование за хедлайнеры мероприятия, да, то есть за главную звезду. Такое мероприятие и такое голосование проходило, и дальше с учетом этого голосования мы уже определяли ту звезду, которая выступит на нашем мероприятии. Но секретов пока не открывается. Нет, секретов мы пока открывать не будем. Есть ли какой-то цвет или бренд, символ этого звезда? Я тоже не хочу, наверное, заранее это говорить, потому что любой символ, любой бренд, символику, ее нужно видеть в первую очередь. Поэтому, как я уже сказал, презентуем мы мобильные, когда будем презентовать мобильные приложения, все смогут уже увидеть элементы этой символики, цвета. И, конечно же, мы в том числе будем использовать элементы новогодней столицы. Мы с вами знаем, что Рязань является новогодней столицей 2020. И в том числе на этом празднике мы сможем увидеть и геокупол, в рамках которого будут представлены определенные концепции, элементы новогодней столицы. То есть выпускники смогут в том числе и поучаствовать, и посмотреть вживую то, что их, и их, и горожан, и гостей города Рязани будет ожидать в рамках празднования новогодней столицы. Давайте напомним нашим зрителям, сколько вообще мероприятий-то для выпускников, для будущих абитуриентов подготовлено. Получается, это последний звонок, да? Да, последний звонок у нас проходит завтра, 23 числа, во всех общеобразовательных учреждениях города Рязани. Традиционно эти праздники проходят как на площадках школ, так и за пределами. И уже сразу же после выпускного, после последнего звонка 24 мая начинается период государственной итоговой аттестации, и уже 24-го первый экзамен у девятиклассников, иностранный язык. И дальше достаточно такая горячая пора для выпускников 9-11 классов предстоит. И вплоть до выпускного они будут находиться в формате сдачи государственной итоговой аттестации. Но, как я уже сказал, к 28-му числу все уже будут знать и результаты своих экзаменов, и оценки. И я думаю, что после нашего большого выпускного они с зарядом позитивных эмоций пойдут выбирать свой дальнейший путь, поступать в университеты, в среднеобразовательные учреждения, и кто-то, может быть, уже пойдет трудиться. Но я уверен, что данное мероприятие, большой выпускной, оставит для них незабываемые впечатления и воспоминания на достаточно долгое время. Отлично. Спасибо вам большое за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Алексей Зимин. До встречи в эфире.